Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашем вебинаре. Тема нашего вебинара сегодня посвящена подготовке к закрытию года, потому что времени осталось уже не слишком много. Наши контакты вы видите на экране, то есть электронная почта, телефоны и адрес сайта. И, соответственно, телеграм-канал по ссылке можно перейти и телеграм-чат. То есть чат предназначен для того, чтобы можно было задать какие-то вопросы, обсудить тонкости, ну то есть для общения по темам 1С и ERP в частности. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик Галина Гардышева. Обращаю ваше внимание на адрес сайта, потому что если кому-то не удалось, например, сегодня дослушать до конца вебинар или время оказалось неудобное, то через некоторое время мы выкладываем записи вебинаров на сайте, и вы можете посмотреть его в удобное для вас время. Ну и, соответственно, не только эту встречу, но и, может быть, какие-то другие вас заинтересуют. Ну и также хочу напомнить, что вы можете задавать любые вопросы, которые у вас возникают, любым удобным для вас способом. Если, например, это в письменном формате, то в этом случае у нас будет больше времени на подготовку ответа, и он будет уже более предметный, то есть касаемо вашей ситуации. Итак, с вами сегодня мы поговорим вот на какие темы. То есть программу вебинара вы видите на слайдиках, а я сейчас пару слов скажу о том, как будет проходить наш сегодняшний вебинар. То есть нормативную информацию мы будем смотреть с вами по слайдам. Параллельно мы будем переключаться на демо-базу ERP, и некоторые вещи я буду показывать уже, так сказать, вживую на самой программе. Сейчас я переключусь на нее. Вот это у нас как бы начальная страница. И хочу обратить ваше внимание вот на какой момент. Поскольку у нас в этом году было очень много всяких изменений и налоговых, и регламентированных других документов наши законодатели выдали достаточно количества, то, соответственно, нужно отслеживать, чтобы у вас был установлен актуальный релиз конфигурации. Потому что, например, вот некоторые изменения, которые были внесены, ну, например, по прослеживаемым товарам, по кадровым вопросам, находят отражение, естественно, в последних релизах, и на это надо обращать особое внимание. Посмотреть, какой релиз вы можете вот по такой пиктограммке. Здесь мы выбираем пункт о программе, то есть вот такая пиктограмма и с точечкой в кружочке, это значит полезная информация. Мы переходим по ней и видим номер релиза платформы, который у вас установлен, и релиз программы, самой конфигурации, которую вы используете. То есть, соответственно, у меня не новый релиз, поскольку это все-таки демо-база. А сейчас уже вышел релиз 2.5.10, поэтому, соответственно, обратите внимание на актуальность вашего софта. Итак, снова возвращаемся к нашим слайдам. И поговорим мы с вами сегодня про изменения, скажем так, по ключевым вопросам, то есть по НДС и по налогу на прибыль. То есть это у нас самые такие тяжеловесные налоги. Поговорим сегодня о банковских платежах и системе быстрых платежей, то есть это помощь при изведении санкций. Обратим внимание на отчетность военкомата, поскольку в связи с мобилизационными мероприятиями, которые у нас в последнее время проводились, это сейчас очень актуальная информация. И затронем еще некоторые организационные вопросы по сдаче отчетности. Ну, соответственно, посмотрим это на примере ИРК, и посмотрим, какие у нас есть еще дополнительные сервисы. Итак, по НДС у нас, собственно говоря, наверное, основная законодательная инициатива – это ФЗ-323. То есть это по электронным услугам, местам реализации которых является Российская Федерация. То есть здесь у нас, в отличие от того, что было раньше, предприятия как бы получили в награду функции налогового агента, потому что до этого постановления иностранные компании самостоятельно уплачивали НДС. Но теперь получается, что в связи с санкциями такая возможность закрыта, и поэтому российские организации должны выполнять функции налогового агента. действует это положение с 1 октября 2022 года, то есть, ну, фактически месяц назад. И, собственно говоря, здесь нужно обращать внимание на сроки и на то, что вы должны перечислить этот НДС в бюджет, как при любых других ситуациях, когда организация выступает в качестве налогового агента. Кроме этого, у нас с 1 октября организации и, соответственно, ИП, которые могут... Прошу прощения, у меня перезапустилась версия. Вот, все, теперь мы видим экран. Соответственно, за стоимостью таких услуг мы перечисляем самостоятельно НДС. Обратите внимание, что выступать налоговым агентом предприятия должно независимо от того, являются ли покупатели плательщиками НДС или нет. То есть, если даже вы находитесь на упрощенке, это не освобождает вас от обязанностей налогового агента. Обратите на это особое внимание, потому что в связи с этим связано много достаточно и комментариев. Ну, то есть, все наши юридические порталы дали по этому поводу свои комментарии и пояснения. То есть, это и контур, и гарант, и референт. Ну, то есть, короче, практически все юридические базы это прокомментировали. И в этом случае у нас изменяется то, что нужно НДС определять отдельно по каждому такому случаю, то есть по каждой операции по приобретению электронных услуг. Ну, соответственно, стоимость электронных услуг у нас связана с продлением лицензии и так далее. В связи с этим достаточно много изменений, которые, ну, в обычной практике, бытовой, если можно так сказать, у нас происходили. Ну, во-первых, у нас отменили контроль за соблюдением авторских прав. Во-вторых, например, ну, то есть, вот, Сбербанк, карточки, у которых срок действия заканчивался, ну, например, летом, осенью, продлил до 27-го года, поскольку это, опять же, связано с санкциями. Ну, то есть, вот таких изменений было достаточно много, поэтому просмотрите, попали ли вы под такие изменения, затронул ли ваш бизнес именно вот этот вот ФЗ. То есть, соответственно, НДС, кроме того, что нужно перечислить одновременно с выплатой, нужно посмотреть, что у вас вознаграждение, будет с вознаграждением, поскольку изменился порядок. То есть, стоит ли пересмотреть свою ценовую политику. Это требование, этого ФЗ не распространяется на физических лиц. И, собственно говоря, если ИП, сейчас один момент, вот так сделаем. Если ИП у вас приобретает у иностранных поставщиков через обособленные подразделения этих поставщиков в России или через посредников, то в этом случае на физических лиц, и на ИП функции налогового агента не распространяются. Еще один момент. То есть, это касается декларации, то есть, сдачи отчетности по НДС. У нас введена новая форма, новый блок, ну, точнее, форма, на самом деле, практически старая, просто в этой форме уже учтены поправки для общепита, то есть, освобождения от НДС, и предусмотрена графа для заявительного возмещения НДС. Ну, и немного изменились разделы 2, 4 и 7. Соответственно, они добавлены с 21 ноября перечнем необлагаемых НДС деклараций. С 21 ноября этого года у нас имеется федеральный закон номер 443 РФЗ. В этом случае у нас от НДС освободили безвозмездную передачу необлагаемого НДФЛ дохода в виде имущества, мобилизованным и контрактникам, ну, и, соответственно, членам их семей. Обратите внимание на срок действия. Эти правила применяют к отношениям с 1 января 2022 года. Ну, и еще один момент – это несоответствие контрольных показателей, контрольных соотношений. Мы чуть-чуть попозже поговорим про это, но смысл в том, что вот этот пункт является одним из оснований признать вашу отчетность непредоставленной. Вот если налоговая инспекция обнаружит в ваших отчетах в декларациях или в расчетах такую ситуацию, то в этом случае она должна направить вам не позднее следующего рабочего дня уведомления о том, какие нарушения были выявлены. И в течение пяти дней вы должны будете дать на них какие-то комментарии или пояснительные записки, ну, то есть отреагировать на это уведомление. И если вы в этот срок уложились, то, соответственно, сроком подачи декларации будет считаться та дата, которая у вас была указана в первоначально отправленном варианте. То есть в этом случае вы не попадаете на просрочку и, соответственно, никаких штрафных санкций не будет. Но поскольку это с прошлого года еще введен перечень причин, по которым декларация может считаться непредоставленной, в этом случае нужно проверить и другие декларации, потому что эти правила касаются не только НДС, но вообще любой вид электронной отчетности, который вы подаете, попадает под действие этого законодательства. Мы поговорим про него немножечко позже, но сейчас хочу обратить ваше внимание, что стоит проверить регистрационные данные вашей компании, то есть сведения, которые содержатся в ЕГРЮ или ЕГРИП, потому что основные пункты, в общем-то, оснований для признания отчетности не предоставлены, связаны именно с регистрационными сведениями, которые содержатся в открытом доступе. Следующий момент – это сроки. То есть у нас в этом году сроки отчетности за 2002 год, 22 год, вы сейчас видите на экране, то есть в декабре мы должны ждать СЗВ, ТД, поскольку фонды еще не объединены, и, соответственно, отчетность мы предоставляем по старым правилам, то есть отдельно в пенсионный фонд, в ФСС и так далее. А с 1 января 2023 года фонды объединяются, будет единый социальный фонд, и все отчеты, которые мы сдавали в ФСС, в пенсионный фонд, они будут подаваться уже в этот новый объединенный фонд, и, соответственно, будут изменены и сроки подачи отчетов, и сроки уплаты. И второй момент, который у нас вводится, это единый налоговый платеж. То есть, соответственно, единый налоговый платеж будет тоже иметь другие сроки. Из серьезных деклараций мы должны будем декларацию по НДС за четвертый квартал 25 января. То есть, вот вы видите, срок указан. И это, в общем-то, требует, чтобы до хотя бы середины декабря вы проверили актуальность вашего программного обеспечения, наличие форм, и, собственно говоря, а не упустили ли вы какие-то настройки, которые необходимо выполнить для того, чтобы эту отчетность можно было сдать. Это очень наглядно видно на отчетности в военкомате. Но мы тоже немножко позже про это поговорим. Дойдем до туда. Хочу напомнить, что у нас была принята компенсация малому и среднему предпринимательству на систему быстрых платежей. Ну, во-первых, для того, чтобы спокойно воспользоваться этой компенсацией, вы должны проверить, что ваша организация включена в реестр малого и среднего предпринимательства. То есть, зайти на сайт налоговиков, проверить реестр, и если все в порядке, вы туда включены, значит, можно спокойно применять. Поскольку такую компенсацию правительство продлило до конца 2022 года. Первоначально это было в 2021 год, потом до середины 2022 года, и вот сейчас до конца 2022 года эта компенсация будет применяться. Система быстрых платежей – это, собственно, аналог свифта, от которого нас грозились отлучить, так сказать, сначала долго, практически, наверное, полтора года грозились отключить, а потом все-таки отключили. Но, собственно говоря, какого-то катаклизма, на который рассчитывали наши бывшие партнеры, не приключилось, и платежи в России проходят, может быть, даже быстрее, чем проходили раньше. Поэтому, в общем-то, и государство поддерживает развитие внутренней системы быстрых платежей. Обычно это, ну, допустим, очень наглядно видно с нашими банками, которые, ну, типа Сбербанк, ВТБ, то есть там, где платежи проходили на следующий день, ну, то есть не очень оперативно. По системе быстрых платежей практически это происходит, ну, если не моментально, то гораздо быстрее. Еще то, что касается банков, это проверить, что у нас первоначально в начале года были законодательно приняты обязательные продажи валюты сначала в размере 80%, потом этот показатель снижался 50%, и сейчас, с 10 июня этого года у нас разрешено применять платежи по, точнее, не платежи, извините, неправильно выразилось, разрешено не продавать иностранную валюту, то есть иностранную выручку, то есть установлено 0% от валюты, которая зачисляется на счета в полномоченных банках. Ну, естественно, идет более жесткий контроль по контрактам, которые заключены с ней резидентами, и особое внимание уделяется срокам предоставления документов по таким операциям. Ну, собственно говоря, валютный контроль немножко ужесточился, но, тем не менее, обязательно продажа валюты в настоящий момент не отменена, но по ставке 0% действует. Кроме того, извините, я перескочила через слайдик, кроме того, у нас сейчас особое внимание уделяется воинскому учету. Обратите на это, пожалуйста, особое внимание, потому что многие предприятия, ну, скажем так, сквозь пальцы смотрели на воинский учет, многие не вели, особенно малые предприниматели, малый бизнес, но в связи с тем, что вот у нас сейчас проходили мобилизационные мероприятия, в связи с внешней политической обстановкой, сейчас на это обращается очень серьезное внимание, и, соответственно, уже предусмотрены штрафные санкции. Поэтому, если вы не вели воинский учет, то вам нужно очень оперативненько это дело восстановить, на самом деле сложности там никаких нет. Воинский учет у нас обязаны вести все граждане, все малые предприниматели, и, соответственно, компании, где есть хотя бы один призывник или сотрудник в запасе, то есть где есть какие-то мужчины. Собственно говоря, сам по себе воинский учет организуется путем издания местного локального акта положения, и дальше немного административных действий, то есть при приеме на работу кадровики должны проверять военный билет, или, если вместо него выдается какое-то удостоверение. Соответственно, справка, если военного билета нет, то справка с военкомата. И, собственно говоря, чтобы это был не просто пустой гламп, но чтобы в нем стояли отметки о том, что человек поставлен на воинский учет по месту жительства или по месту пребывания. И, в общем-то, больше трудоемких мероприятий у нас в этом плане нет. Отчетность, в зависимости от того, какие у вас сотрудники, практически сдается форма 18. То есть вот вы видите основные документы, то есть форма 18 – это отчет. Мы сейчас посмотрим его печатную форму, и потом перейдем в демо-базу. Посмотрим, как это выглядит в программе. Собственно, сама карточка воинского учета форма 18, приложение номер 17 – это, собственно, план работ по воинскому учету и бронированию. Причем в программе это уже предусмотрено, предусмотрено составление такого документа. Ну и если вы отмечаете, что у вас имеются какие-то специальности, сотрудники, которые подлежат бронированию, то, соответственно, у вас прибавляется еще форма 9 и форма 6. Сама по себе форма очень несложная. Вот вы сейчас видите ее на экране. То есть фактически здесь заполняются сведения по организации, сведения, ну, естественно, о ГРН, о налогоплательщик, то есть по самой организации, и о руководителях. Ну и дальше информация, которая, в общем-то, в кадровом учете присутствует. Для того, чтобы быстро восстановить, если вдруг у вас не велся воинский учет, нужно из раздела «Инсы» и «Администрирование» перейти в раздел «Кадровый учет». И здесь у нас есть целый блок «Воинский учет». То есть, соответственно, наша задача в этом случае проставить чекбоксы, то есть галочки, там, где это соответствует вашим обстоятельствам. То есть ведение воинского учета, да, в обязательном порядке, бронирование применяется или не применяется, ну и, соответственно, вдруг у вас есть летчики, там, ну, это уже по вашей ситуации. Сейчас мы с вами переключимся в демо-базу и проделаем это, так сказать, уже собственноручно. Мы выбираем раздел «Инсы» и «Администрирование». Здесь мы с вами выбираем подраздел «Кадры». И в этом подразделе… Сейчас переключимся, к сожалению, вот задержки. И в этом подразделе мы выбираем раздел «Воинский учет». Пока у меня программа запускается, мы поговорим дальше. Соответственно, если вы ведете, если требуется вести учет по специальностям, по воинским специальностям сотрудников, то проставляется вот здесь флажок. Ну, то есть нужно сразу проверить, есть ли у вас вообще, ну, для начала мужчины, которые подлежат воинскому учету. Хочу напомнить, что сведения подаются еще и на подростков, то есть это мужчин 15 и 16 лет, которые должны встать на воинский учет военкомат. Поэтому не упустите, пожалуйста, этот момент. Значит, сам по себе воинский учет практически все документы, которые необходимы для подачи военкомата, формирует. Единственный момент в том, что единой формы, ну, например, положения в воинском учете не существует. И для того, чтобы, ну, скажем так, не изобретать велосипед, нужно зайти, во-первых, на сайт местного, местной администрации или военкомат и проверить, потому что, может быть, именно в вашем регионе утверждена какая-то конкретная форма. И, соответственно, способы подачи такой отчетности. Если вы, ну, скажем так, в этом плане ваши законодательные местные органы не отличались большой фантазией, то, соответственно, можно использовать все имеющиеся бланки, которые есть в самой программе. Еще один момент, снова вернемся к нашим слайдикам. И вот теперь мы возвращаемся с вами к тому моменту, когда отчетность может быть признана непредоставленной. Действует это положение с 1 июля прошлого года. И, соответственно, кроме того, что это ужесточило требования к информации, которая размещается в ЕГРЮ, в ЕГРИП, ну, соответственно, для кадровиков требуется, чтобы они своевременно проверяли изменения, которые происходят у сотрудников в документах. Ну, например, человек поменял паспорт по возрасту. Или, например, заключил брак, то есть, соответственно, поменял фамилию, паспорт, если это, естественно, руководитель. И в этом случае, значит, наконец-то запустилась программа, и мы теперь с вами можем перейти в раздел кадры, повторить, НСИ и администрирование, раздел кадры. И в разделе кадры, вот у нас, видите, здесь достаточно много информации, которую требуется заполнить, но вот раздел воинский учет. То есть, соответственно, мы проставляем флажок, что воинский учет в нашей организации ведется, ну, если ведется бронирование граждан, и просмотрите до конца, ну, то есть, что у нас еще в вашей организации присутствует, где вам надо проставить отметочку. И после этого у нас с вами есть возможность, мы можем перейти уже в раздел кадры. И в этом случае у нас появляется в кадрах раздел воинский учет. И в этом разделе мы можем, во-первых, заполнять первичные документы, а во-вторых, у нас в кадровых отчетах появляется целый раздел достаточно подробной отчетности, которого может предоставлять организация в военкоматы. Снова вернемся к нашим слайдикам. И вот сейчас мы с вами посмотрим, немножечко отвлечемся от непредоставленной отчетности. То есть, когда мы из раздела кадры переходим в раздел кадровые отчеты, у нас есть один блок отчетность для военкомата и второй блок отчетность для бронирования. То есть, соответственно, видите, достаточно много документов, которые мы можем сформировать в программе, и они отвечают всем потребностям этих организаций. Напомню, что форму 18 мы с вами обязаны предоставить до 31 декабря. То есть, это может быть и ноябрь, и декабрь. То есть, по 31 декабря включительно. А сейчас снова вернемся к непредоставленной отчетности. И посмотрим. То есть, до того, как вы приступите к формированию отчетности, необходимо, чтобы, соответственно, либо кадровая служба, либо те, кто имеет информацию о документах сотрудников, то есть по паспортным данным, например, проверили записи в ЕГРИЛ и в ЕГРИП. Потому что сейчас очень большое внимание уделяется, во-первых, подписям или квалифицированным электронным подписям. Как вы знаете, с Нового года их выпускает только налоговая инспекция. И, соответственно, для этого в ЕГРИЛ или в ЕГРИП должны быть актуальные данные о руководителях, которые имеют право действовать от имени вашей организации без доверенности. То есть, соответственно, проверяется, что отчетность, любая либо декларация, либо расчеты подписаны уполномоченным лицом. То есть, соответственно, в этом случае уполномоченное лицо должно эту подпись иметь. Если уполномоченное лицо делегирует свои полномочия к какому-либо другому сотруднику, то в этом случае должна быть оформлена машина, читаемая доверенность. Это тоже одно из новшеств. Обратите на это внимание. В противном случае ваши отчеты могут попасть в категорию непредоставленных. Ну, естественно, если имеются сведения о смерти подписанта до того, как ваша отчетность была подписана. То есть, понятно, что это тогда фиктивная фирма, фиктивный человек и так далее. Например, если в отношении вашего руководителя, который подписал отчет, то есть, с подписью у него все нормально, он оформил, как положено, но в ЕГРЮ оказались сведения о недостоверности записи, недостоверности сведений. Это вот как раз ситуация, когда человек меняет паспорт, либо заключает брак и в связи со сменой фамилии меняет паспорт. То есть, это вот достаточно часто встречающаяся ситуация. Еще один эпизод, это когда с записи ЕГРЮ имеется сведение о том, что прекращена деятельность юридического лица ранее даты предоставления отчетности. Вот здесь тоже обратите внимание, потому что сейчас налоговые органы в достаточно массовом порядке принимают решение об исключении, например, юридического лица или физического лица из госреестра. То есть, чаще всего это связано с тем, что предприятие либо не сдавало отчетность в длительный период, либо не имело операции по банковским счетам и не сдавало отчетность. Есть достаточно четкие критерии по этому поводу. То есть, если вдруг такая ситуация приключилась и ваше предприятие попало в такой список, то, соответственно, и отчетность у него не примут. Нужно в пожарном порядке проводить административные действия для исключения его из таких списков. Ну, если, конечно, это еще возможно, но уже не закрыто. Соответственно, если ваша отчетность подписана дисквалифицированным лицом и дисквалификация не была прекращена на момент подписания такой отчетности. Ну, и, наконец, если в предоставленной декларации что по НДС, что по другим обнаружено расхождение с контрольными соотношениями, то есть налоговики расценивают это так, что вы нарушили правила заполнения отчетности или у вас там есть ошибки, ну, соответственно, возвращают такую отчетность. При этом обратите внимание, почему вот этот как бы закон имеет такие неприятные неприятные последствия, если можно так выразиться, точнее, наверное, особенности. То есть смысл в том, что вы можете совершенно в сроке отправить вашу отчетность, например, оператору ТКС, оператор отправляет его в налоговые или другие фискальные органы, и вроде бы все хорошо, вы сроков не нарушили, у вас ваша отчетность висит в статусе в обработке, но на самом деле достаточно жестко сформулированы сроки, когда налоговая обнаружила такие ситуации, то есть она должна не позднее следующего дня вас об этом уведомить, вы должны в течение пяти дней после получения уведомления отреагировать, то есть там прислать либо пояснение, либо какие-то другие действия сделать, вот но на какой день конкретно, в какой срок конкретно налоговая должна произвести проверку, то есть все эти нестыковки или ошибки выявляются при проведении камеральной проверки, так вот срок проведения камеральной проверки у нас не установлен, то есть это может быть и через пять дней, и через десять дней, и через месяц, то есть расслабляться нельзя до момента, пока вы не получите подтверждение о принятии отчетности, особенно вот по контрольным соотношениям часто возникают ошибки, если вы сдаете, например, РСВ, то за счет округлений там бывает очень часто расхождение с контрольными соотношениями, вот, и в связи с тем, что сейчас начала действовать вот такая система, плюс сейчас очень активизировалась переписка электронные уведомления, ну, то есть электронные документы оборот, то, соответственно, в связи с этим очень сильно повышаются требования по оперативности обмена, по оперативности получения и уведомлений, и ответа на них, потому что, конечно, если у вас дается пять дней на ответ, а вы из них три пропустили, потому что просто элементарно не видели это уведомление, то оставшиеся два дня вам придется очень активно заниматься подготовкой ответов и, ну, соответственно, принимать меры. переходим к прибыли. По прибыли тоже было достаточно много изменений, и, в общем-то, в этом году у нас ведение бухучета, наверное, стало приравниваться к детективному виду деятельности, а про налоговую так это вообще страшно говорить. Но по прибыли у нас ситуация, в общем-то, достаточно спокойная, потому что были снижены как налоговые ставки, так и были изменены сроки погашения налогов, то есть были даны срочки в связи с внешней обстановкой, в связи с санкциями и так далее. Ну, и, соответственно, у нас получили льготы IT-компании, которые получили достаточно большую льготу и, ну, естественно, при определенных условиях касается эта льгота тех, кто занимается разработкой программного обеспечения, то есть они могут платить по льготной ставке прибыль это 3% только в федеральный бюджет, в налоговый бюджет региона ставка нулевая и условия, которые должны соблюдать, вы видите на экране. То есть, соответственно, в этом случае не менее 90% от всех доходов у такой компании должно быть отойти деятельности, средняя численность работников должна быть не менее 7 человек, ну, и, соответственно, пониженные ставки действуют и для проектировщиков и разработчиков электронной продукции. Но, как обычно, изо всех правил бывают исключения, кроме IT-компаний льготы получили предприятия, которые занимаются добычей углеводородного сырья на новых морских месторождениях. В этом случае у них ставка составляет 20%, но не распределяется между бюджетами. То есть, вся сумма налога уходит в федеральный бюджет. Порядок сдачи отчетности тоже изменился, но, на самом деле, это изменение больше бумажное, потому что у нас было условие в законе по бухучету, что там было написано возможность отправлять отчетность только через оператора ТКС. Сейчас у нас на сайте налоговой инспекции можно сдать декларацию, например, прямо через сайт, то есть, минуя оператора. И плюс в 1С у нас теперь тоже действует есть дополнительный сервис 1С отчетность, которая позволяет напрямую, минуя операторов ТКС, сдавать напрямую в налоговые органы, например, отчетность. Поэтому вот, в общем-то, вот это дополнение никакой особой революции не произвело, то есть, просто сравняло, так сказать, фактическую жизнь и с тем, что было зафиксировано в нормативных документах. Почему на это уделили внимание? Потому что сейчас формируется государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности ГЕРБО. То есть, если раньше необходимо было некоторым организациям сдавать не только в налоговую инспекцию отчетность, но и в другие фискальные органы, то теперь такая отчетность сдается только в налоговые органы и налоговые органы выкладывают ее вот на вот этом информационном ресурсе. И все заинтересованные организации могут с этого ресурса брать соответственно свои нужные им данные. Единственное, о чем нужно оговориться, что на этом сайте выкладывается информация, ну, например, за отчетность прошлого года не позднее июля этого года. То есть отчетность 2021 года оказалась на этом сайте в июне 2022 года. И, соответственно, если таким организациям потребовалась отчетность, которая еще не выложена, то, конечно, они запросят такую отчетность у вас. Еще один момент, про который хотелось бы поговорить, это про сами декларации, потому что изменений было достаточно много по всяким разным налогам. Ну, декларация по налогу на прибыль у нас изменялась в первом квартале, то есть второй, третий квартал мы уже сдавали по новым формам, чтобы, естественно, не переживать, а то или не то мы подготовили, а в программе есть предупреждение, то есть когда вы открываете реестр по журналу с данной отчетности и пытаетесь создать новый какой-то отчет или декларацию, то программа вас предупреждает. Ну, это, в принципе, все сталкивались, все знают, что принята какая-то форма из такого-то числа, она должна быть предоставлена. То есть старая форма может применяться только в том случае, когда вы сдаете корректирующую отчетность за какие-то прошлые периоды. Вот в этом случае вы должны уже будете предоставить отчетность по той форме, которая действовала на момент задачи первичного документа. И пару слов о том, что я уже говорила. То есть если вам нужно сдавать в форме прошлых периодов, то вы ставите вот здесь чекбокс и, собственно говоря, выбирайте вторую форму. А поскольку с прошлого года компания фирмы 1С не выпускает дисков, к которым уже все привыкли, диски тест, то есть она перешла на бесконтактную форму обновления, то, соответственно, обновить, проверить релиз вы можете и самостоятельно. То есть вот проверить обновление и вам программа выдаст перечень обновлений, которые приняты за этот период и вы можете самостоятельно обновить. Но это возможно к сожалению только в том случае, если у вас программа без доработок, то есть если там ничего не нарушено было, тогда вы сможете самостоятельно. Если у вас в программе были какие-то доработки, то вам придется все-таки воспользоваться услугами специалистов, франчайзи и, соответственно, просить их, чтобы они обновили вашу конфигурацию. Это еще раз сведения для того, чтобы ваша отчетность была могла быть признана несоответствующей, непредоставленной и на ней мы сейчас не будем останавливаться еще раз, мы поговорим про новую форму декларации по прибыли. То есть в принципе введена она была приказом от 17 августа этого года и поправки в ней больше технического характера, то есть в связи с тем, что было изменено налогообложение международных холдинговых компаний. И соответственно по некоторым листам, то есть лист номер 3, в него добавили строку для дивидендов, которые по международным холдингам считаются по ставке 5%. Лист 0.4 добавили кодами доходов международных холдингов. Ну в частности если у нас будет стоять 11, то это проценты по долговым обязательствам любого вида, которые облагаются по ставке 5%. 12 это дивиденды от иностранных организаций. 14 это доходы от предоставления прав на интеллектуальную собственность, которые облагаются по ставке 5%. И вот здесь обратите внимание, что за 9 месяцев мы отчитывались по старой форме, а вот уже за год по прибыли мы будем отчитываться по новой форме, которая августовская и соответственно где будут учтены уже вот эти поправки и эти коды. по прибыли у нас есть несколько так сказать изюминок, которые в общем-то достаточно хорошо облегчили жизнь не только айтишникам, но и другим. То есть с 1 января этого года опять же задним числом у нас были поправки в налоговый кодекс, по которым состав расходов можно было включать санаторно-курортные путевки для сотрудников и соответственно освобождение от НДФЛ. Это освобождение у нас действует в размере 50 тысяч рублей. Распространяется оно на расходы организации в случае, когда сотрудник отдыхает на территории Российской Федерации и имеет соответственно эта организация где он будет отдыхать будет иметь договор о реализации туристического продукта. А вот здесь есть дальше очень интересное дополнение. То есть кроме самого сотрудника в состав расходов могут быть включены путевки и членам его семьи. То есть самому работнику его супругам детям родителям ну детям соответственно если до 18 лет или после 18 лет если они обучаются на очном отделении какого-то вуза. В эти расходы могут быть включены соответственно и расходы на проживание и питание. если человек например приобретает курсовку или какой-то такой дополнительный расход у него возникает для оплаты за проживание. Еще одна приятная плюшечка в связи с этим это то что не обязательно чтобы организация сама оплачивала туристической или санаторной организации стоимость путевки. Человек может заплатить сам а организация должна ему компенсировать стоимость такой путевки. Как я уже говорила это лимитированный расход то есть не более 50 тысяч на каждого сотрудника за год в принципе казалось бы сумма вполне себе неплохая то есть если чем семья например состоит состоит из 4 человек то в принципе сумма достаточно неплохая но здесь тоже есть лимит то есть оплата таких путевок не должна превысить 6% от фонда оплаты труда и если эти лимиты соблюдены то соответственно в таком случае они и не облагаются НДФЛ для работника ограничения те же как и для оплаты то есть для работника членов его семьи детей до 18 лет либо до 24 которые обучаются по очной форме и для бывших работников уволившихся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости ну и самих инвалидов в общем-то если в течение года такая например путевка приобретается повторно то в этом случае уже в состав затрат она не входит и идет либо за счет собственных средств предприятия либо работник ее самостоятельно оплачивает кроме этого были изменения по лизинговым операциям ну если собрать коротко информацию из этого ФЗ это 382 ФЗ который был принят 29 ноября еще прошлого года то в этом случае изменены немножко условия то есть если лизинга получатель в нашем случае амортизацию не начисляет он будет учитывать амортизацию только в размере периодических лизинговых платежей которые установлены договором лизинга и графиком лизинговых платежей если по окончании договора лизинг объекта основных средств то есть основное средство которое по этому договору приобреталось подлежит передаче лизинга получателя в собственность и указана выкупная стоимость то есть это у нас будет уже договор купли-продажи а в составе лизинговых платежей выкупная стоимость этого объекта не будет учитываться то есть будет учитываться лизинговые платежи за минусом выкупной стоимости а выкупная стоимость будет проходить как обычный договор купли-продажи с 1 июля этого года из приятных новостей у нас еще нулевая ставка для гостиниц и прочих объектов туриндустрии которые как бы особо пострадавшиеся пострадавшие кроме этого у нас расширился список операций которые освобождаются от НДС ну в частности это реализация исключительных прав некоторые клининговые организации и что самое такое приятное то по прослеживаемым товарам отложена дата применения штрафных санкций на 24 год то есть первоначально когда они были приняты то есть учет прослеживаемых товаров были сразу озвучены достаточно серьезные штрафные санкции за не сдачу уведомлений и так далее потом было что до конца года они откладываются а теперь как вы видите они отложены на 24 год то есть еще год можно так сказать немножко расслабиться и если вы что-то не успели привести все в порядок это вы видите титульный лист текущей налоговой то есть формы которую сейчас мы применяли по прибыли то есть декларацию по прибыли в принципе как вы видите ничего особо революционно нового тут мы не увидим тут не изменилось так что обращайте внимание внимательно на код то есть чтобы у вас был код именно действующей информации именно действующей формы а потому что изменения которые мы с вами проговаривали они в принципе у нас находятся второй третий четвертый лист то есть это уже внутри на титульном листе все привычно ну соответственно если ваше предприятие резидент то теперь в декларации по прибыли нужно указывать номер документа например свидетельство номер такой-то от такого-то числа о включении в состав резидентов например Калининградской области или Дальнего Востока то есть если у вас особая экономическая зона то вы здесь указываете не только код что вы резидент но и реквизиты удостоверяющего документа ну собственно говоря если вы все сведения заполнили правильно то есть в разделе НСИ и администрирование сведения об организации не поленились и заполнили все поля то соответственно в этом случае у вас вся эта информация корректно подставляется при формировании отчета и вы можете использовать вот кнопочку заполнить то есть в этом случае у вас будет заполняться автоматически соответственно и титульный лист ну и вся дальнейшая информация которая располагается вот у нас в декларациях если мы говорим про прибыль то соответственно для прибыли у нас основное значение имеет закрытие месяца для формирования как вы помните в ERP у нас есть закрытие месяца фактическое и есть регламентные операции по закрытию месяца предварительные то есть вот здесь мы видим какое у нас закрытие можем выбрать предварительное закрытие или обычное то есть что такое предварительное закрытие предварительное закрытие это не рассчитывается средняя себестоимость материалов например которые идут в производство а рассчитывается Это только общие финансовые показатели, то есть состав затрат, закрытие счетов и, например, проведение документов, восстановление последовательности. То есть вы увидите предупреждение, что это предварительный результат, может быть пересчитан, но и, соответственно, возле каждого раздела будут предупреждения, на что обратить внимание. Итак, получается, что для того, чтобы подготовиться к сдаче отчетности, мы с вами должны сделать несколько шагов. То есть, первое, проверить актуальность нашей программы, второе, проверить актуальность всех форм, которые в этом релизе были изменены, проверить, соответственно, сделаны ли настройки по ведению кадрового учета, то есть воинского учета через подраздел кадры. Проверить все остальные нововведения, типа прослеживаемых товаров, типа введения новых ФСБУ, которых у нас было достаточно много. Это и ФСБУ 5.2019, 6.2020, 26.2020, ну, то есть, что вы все эти изменения и в учетной политике отразили, и сделали документы, которые должны сопровождать эти изменения. Ну, и уже только после этого вы можете запустить сначала предварительное отражение в регламентированном учете, посмотреть, ругнется где-то программа или везде напишет, что хорошо, и только после этого уже запускать окончательное закрытие месяца и, соответственно, формирование отчетности. Ну, если формирование отчетности, это у нас с вами вопрос уже все-таки января, то есть до 25 января, ну, практически после новогодних праздников у вас будет еще две недели для формирования самой отчетности. То вот актуальность релиза и, соответственно, настроек и учетной политики, это вот нужно проверить желательно до того, как вы будете закрывать год. И, соответственно, если необходимо, то выполнить определенные действия, ну, например, там перепроведение документов, восстановление последовательности, ну, то есть те разделы, где у вас программа найдет какие-то ошибки. Ну, и, естественно, не забыть и проверить, может быть, вы попали под действия каких-то льгот, может быть, вы оказались общепитом, который теперь применяют нулевые ставки. Ну, собственно, проверить, какие меры поддержки могут касаться вашего конкретного предприятия. На этом компания Кодерлайн наша встреча заканчивает. Я хочу еще раз вернуться к титульному листу, чтобы показать вам наши контакты. То есть, напоминаю, вы можете использовать и возможности телеграма, то есть телеграм-канал, телеграм-чат, использовать наши обычные контактные данные. Мы будем очень рады оказать вам любую помощь и продажа, и настройка, и внедрение, ну, то есть любой спектр услуг, которые связаны с программами 1С. На этом компания Кодерлайн благодарит вас за внимание, за уделенное нам время. Мы надеемся, что это не последняя наша встреча. Будем очень рады дальнейшему сотрудничеству. Благодарю вас. Всего доброго.